Добрый день, я приветствую вас на волнах радиостанции LifeFM 98, в эфире программа «Красно и здоровье», меня зовут Марго Лучко, и сегодня мы разговариваем с замечательным человеком, врачом, дерматокосметологом, врачом высшей категории Татьяной Георгиевной Пайкидзе. Добрый день, большое вам спасибо, что вы согласились на это интервью. Мы находимся в замечательном месте, это Total Sharm в Тбилиси, где рождается красота, и очень хочется у вас получить некоторые рекомендации для наших слушателей и для наших зрителей. В это холодное зимнее время наша кожа постоянно страдает, у кого-то сухость, у кого-то наоборот, избыток жирности. Какие вы можете дать рекомендации по уходу за кожей в зимнее время? А мне надо поздороваться. Да, конечно. Добрый день. Ну, красота – это повседневный труд, это самодисциплина, самоустановка, поэтому надо ежедневно заботиться о лице, о своей коже, не только в домашних условиях, но и также с посещением косметолога. Сейчас время, когда наступает осень, когда гидрорезерв кожи снижается, и помимо кремов и домашнего ухода нужно делать также и косметологические процедуры, такие как мезотерапия, беревитализация, пилинги. Самый сезон осенью – это сезон пилингов. Пилинги на основе фруктовых кислот. Можно делать такие пилинги, когда женщина не выбывает из социальной жизни, посещает работу. И щадящий. Щадящий, да. Это поверхностные пилинги называется, когда женщина ходит к косметологу раз в неделю, и она видит улучшение качества кожи, тонуса, тургора, кожа сияет, она довольна этим посещением, и она продолжает ходить и делать несколько процедур. Также увлажнение кожи, поскольку снижается влажность кожи с наступлением осени и зимы, она может проводить такие процедуры в косметологическом кабинете, как мезотерапия, беревитализация, это препараты на основе гиалуроновой кислоты, это различные коктейли с добавлением витаминов, биопепсидов, и тоже она заметит хороший результат и, конечно, будет посещать. Есть хорошая процедура, называется плазма лифтинг, это известная, да, и в стоматологии, и в косметологии, и в других отраслях медицины. Процедура заключается в внутрикожном введении плазмы. Плазма – это клеточное такое вещество, которое богато тромбоцитами, а тромбоциты – это факторы роста, они стимулируют выработку коллагена, эластина, они дают увлажнение кожи, и самое главное, они регенерируют и способствуют росту, молодой кожи. Поэтому эту процедуру надо проводить раз в 7-10 дней, 3-4 процедуры в общей сложности, осенью, допустим, или весной, и женщина увидит очень хороший результат. Такая омолаживающая, это оздоравливающая процедура, и в то же время, значит, такие проблемы, если есть на коже, как пигментация, как дряблость, мелкие морщины, возрастные изменения. То есть женщина заметит, эстетически заметит сразу результат, и она с удовольствием будет посещать косметолога. Ну, конечно, есть и аппаратная косметология и много других процедур, но сама женщина по совету врача-косметолога выбирает направление, программу, и она с удовольствием приходит в кабинет, чтобы омолодиться, освежиться и подготовиться к зиме, чтобы весной не было сухости, не было проблем, и она с удовольствием уже чувствовала себя уверенной. Татьяна Георгиевна, очень хотелось бы узнать про филеры вообще, вот в это осеннее-зимнее время, ботокс, филеры, они лучше как бы в коже усвоя, как это сказать, присваиваются, или же лучше подождать и сделать больше весной вот эти процедуры? Дело в том, что после лета такие препараты, как ботулинотерапия, ботокс, диспорт, ввиду яркого солнца идет ослабление результата, мимика сильно работает на лице, и к сентябрю обычно пациенты приходят и говорят, а у меня уже появились морщины из-за яркого солнца, допустим, они были в жарких странах, отдыхали, вот, и в сентябре приходится добавлять, несмотря на то, что весной они сделали эту процедуру, в сентябре приходится добавлять, чтобы эффект усилить, так как ослабляется после яркого солнца. Что касается филера, филеры – это препараты на основе гиалуроновой кислоты, они различной плотности, разных компаний, разных стран, они держатся, в принципе, около года, и если женщина где-то весной ей сделали филер, то это хватит до весны следующего года. Ну, а тем женщинам, которые вот именно сейчас решили и подумали о том, сделать ли мне филер или сделать мне ботокс, что вы порекомендуете? Ну, мы консультируем, да, хорошее время, а почему и нет? Мы консультируем пациента, видим проблемы эстетические, если мы видим, что мимика сильно работает, у нее глубокие морщины, конечно, мы рекомендуем и то, и другое. Обычно филеры и ботоксы делаются в разных зонах лица, и поэтому это можно сделать в один день, несмотря какая проблема, если она зациклилась на этом, и ей это что-то не нравится, допустим, область лба, то мы решаем эту проблему больше. Мы не навязываем, а именно выслушиваем жалобы пациентов и делаем то, что они о нас просят. Ну, дополнительно, может быть, так мы, конечно, рекомендуем, да, что лучше. Очень часто, Татьяна Георгиевна, вот в это холодное время, осень, зима, трескается кожа и на губах, и иногда вот шелушится на лице. С чем это может быть связано, или есть какие-то методы для того, чтобы восстановить вот этот... Ну, мы говорим, что красота – это не только местное внимание на кожу, но это обязательно нужно обратить внимание на качество жизни, качество сна, качество питания, диету. То есть в совокупности наступает красота на лице, а потом уже мы говорим о лице. То есть обязательно сбалансированное питание, дробное питание, 5-6-разовое питание, обязательно с присутствием большого количества витаминов, микроэлементов, сейчас сезон фруктов, овещей. Вот это надо женщине, которая находится на строгих диетах, у них всегда бывает недостаток в этом питании, и, конечно, у них появляются в силу таких причин, значит, у них появляются какие-то проблемы на лице. Поэтому мы говорим, что не только посещение косметолога, но и обращайте внимание на качество жизни, качество сна, избегать стрессы, ограничивать вот именно такой неподвижный образ жизни, больше движения, ходить в фитнес, там заниматься гимнастикой, элементарно хождение пешком, вот сейчас очень модно, скандинавская ходьба, хотя бы 2 раза, 3 раза в неделю. Это улучшает кровообращение в целости организма и кровообращение в коже, улучшает обменные процессы, повышает иммунитет. Вот только в совокупности наступает красота, а не только заняться лицом и посещать косметолога. Я считаю так. Большое вам спасибо за это замечательное интервью, за ваши рекомендации. Я думаю, что нашим слушателям и зрителям было очень интересно, и они обязательно услышат ваши рекомендации. Наше интервью, к сожалению, подошло к концу. Большое спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо вам за Лен Диди Мадлуба. Нах вам деса. Большое спасибо. У меня в гостях был дерматокосметолог, врач высшей категории Татьяна Георгиевна Пайкидзе. Очень скоро мы вернемся. Оставайтесь вместе с нами на Волнах 98. Вы слушаете радио Life FM, программа «Краста и дороги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова